Сегодня в районе монумента тыл фронту состоялось торжественное открытие Еловой аллеи, подаренной городу кредит Уралбанка. Повод для такого экологичного презента – двойной юбилей. В этом году кредит Уралбанку исполнилось 25 лет, а в следующем Магнитогорск отметит 90-летие. С подробностями Татьяна Зайцева. Социальная ответственность – один из главных приоритетов в деятельности банка. Так объяснила позицию коммерческого учреждения председатель правления кредит Уралбанка Светлана Еремина. Мы не могли бы считать себя действительно городским банком, если бы не принимали в жизни города активного участия. Поэтому вклад в озеленение знакового места Магнитогорска – парка у Вечного огня – для нас большая честь, добавила Светлана Вадимовна. Я очень надеюсь, уверена, что эти 10-метровые красавицы, эта аллея станет украшением парка. Ну и будет знаковым событием для города в честь его 90-летия и в честь 25-летия кредит Уралбанка. Аллея из 25 крупномерных елей – один из ярких примеров взаимодействия бизнеса и власти. Участие промышленных и коммерческих предприятий города в озеленении Магнитогорска – позитивная тенденция этого года. Буквально на днях новые хвойники появились на пересечении улиц Труда и Тевосяна. Руку к этому приложил Магнитогорский металлургический комбинат. 26 деревьев хвойных пород – это ель сибирская, высотой 3-3,5 метра – были высажены в рамках реализации совместной программы с ПАО ММК. Напомню, что в прошлом году наша совместная программа называлась «Тысяча деревьев детям». В этом году мы расширили горизонты. Называется она «Полторы тысячи деревьев в городу». Что касается Парка Увечного огня, его озеленение не ограничится хвойной аллеей Кредитуралбанка. Много делается в городе, что в городе много делается как администрацией города, как областью в лице губернатора Борисанча Дубровского. Так сегодня и бизнес очень плотно начинает участвовать во всех процессах, которые мы сегодня видим вокруг себя. Сергей Бердников подчеркнул, что в целом в благоустройство Парка Увечного огня вложено много и безвозмездного труда граждан, за что и поблагодарил неравнодушных магнитогорцев. Татьяна Зайцева, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИ.